Несмотря на профессиональный праздник, в приёмном отделении ветеринарной клиники совсем не праздничное настроение. Им привезли очень тяжёлого пациента. Шарпей по кличке Тайсон пострадал в неравном бою с соседской собакой. Пока врач зашивает собаке порванный бок, Тайсон скулит, но терпит, понимает, что его лечат. Негативные последствия этой встречи в том, что укус большой собаки пришёлся на область груди. Вырван кусок мышцы из грудной клетки и свободный доступ воздуха в грудную клетку. Возможен был пневмоторакс, то есть остановка дыхания из-за того, что повреждена грудная клетка. Следующий пациент, попавший в этот день на приём к ветеринару, обычная домашняя курица. Впрочем, врачи таким визитом давно не удивляются, ведь курица тоже домашнее животное, которому необходим бережный уход. Осмотрев больного, врачи прописали птице курс лечения, и теперь её жизнь в безопасности. Её хозяин Ренат – большой любитель животных, и кроме этой курицы у него ещё есть и другие птицы. В раннем детстве попросил бабушке с дедушкой купить кур. Вот они мне и купили. И с тех пор ты за ними ухаживаешь, да? Да. Есть какие-то ещё животные у тебя? Два попуга и японский воробей. Алексея Пешкова в ветеринарную клинику привела любовь и сострадание к животным. Алексей Дмитриевич – врач от Бога, обладающий многочисленными качествами, необходимыми при работе с животными. А ещё он преподает на кафедре ветеринарии в СКГТА. В настоящее время у нас открыт ветеринарный факультет, и наша клиника существует при этом факультете. Да, мы всем говорим, что тот, кто желает получить знания, пожалуйста, приезжайте. Здесь можно и теоретическую подготовку получить, и практические навыки. Вероника Баташева – врач-ординатор, правая рука и бывшая студентка Алексея Дмитриевича. После обучения в ВУЗе пришла работать в клинику к любимому учителю. И была приятно удивлена тем, как много в республике неравнодушных людей, готовых помочь больным животным. Население дружелюбное, доброе, то есть часто приносят животных, которых очень жалко населению. Мы их лечим, потом люди их пристраивают, находят им добрые руки. Маргарита Жантимирова заканчивает учёбу в Ставропольском аграрном университете, а в этой клинике проходит практику. Получив диплом, намерена вернуться сюда на постоянную работу. Я пришла на практику, получается, у меня в университете вообще ничего практически не было. Сюда пришла и, ну, прямо очень много чего я увидела, допустим. Ну, практики у меня не было. Здесь мне показали, ну, потихоньку-потихоньку я нарабатываю опыт. В клинике имеется самое современное лабораторное оборудование, а также единственный в Карачаево-Черкесии рентген-кабинет для животных. Вот наш рентген-кабинет, наш аппарат. Вот сюда ложится на стол животное, под ней ставится кассета, делается снимок. Вот. Потом берем мы кассету, ставим ее в прибор, и нам на экран монитор выходит снимок. То есть, и мы читаем снимок, то есть, и уже назначаем по этому лечение. Сегодня ветеринары выполняют в республике целый ряд важнейших функций. От планового осмотра животных до предупреждения распространения инфекции и эпидемии. Такие специалисты будут востребованы всегда. Ради Макеут, Мурат Койчев, Архиз, 24.